МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Глеб Никитин предложил создать систему поощрений для лекторов российского общества знания. То, для чего нужно было три года, мы сейчас делаем за год. Губернатор Глеб Никитин. В Нижнем Новгороде прошел семинар-совещание с участием координаторов общественного наблюдения. Итоги работы общества знания подвели на выставке в форуме «Россия». Основная тема заседания Наблюдательного совета и 4-го съезда общества знания – инициатива по дальнейшему развитию общества после его перезагрузки в 2021 году по решению президента России Владимира Путина. Одной из главных инициатив, предложенных к обсуждению, стала система региональной поддержки лекторов российского общества знания. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложением создать систему поощрений и льгот. Участников заседания поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель Наблюдательного совета Российского общества знания Сергея Кириенко. Только за последний год в Российском обществе знания обучение прошло более 150 тысяч человек. Это и лекторы, это и преподаватели общественных наук, преподаватели истории и в школах, и в вузах. Вот эти люди, они заслуживают поддержки, лекторы. Им нужно на региональном уровне предложить какие-то инструменты. Они, кстати, очень разные. Наша промышленность достойно отвечает на все вызовы. К такому выводу сегодня пришли на пленарные сессии на выставке «Россия» на ВДНХ. Модератором события стал вице-премьер-министр промышленности страны Денис Мантуров, а докладчиками выступали главы регионов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что рост в обрабатывающей промышленности за прошлый год составил 10,9%, а если говорить про номинальные значения, и вовсе 20%. Губернатор отметил, что такого не было никогда, и связан этот рост с открытием большого количества ниш для импортозамещения, которые смогли занять производители Нижегородской области. Помогла здесь и федеральная поддержка. Губернатор пересчитал, что решения, которые принимались президентом Российской Федерации относительно промышленности Нижегородской области, измеряются в 140 миллиардов рублей. И эта поддержка сказалась на возможностях региона. Чем сложнее продукт, тем дороже его организация, его производство, тем больше нужен рынок, для того, чтобы его начать организовывать, и тем больше нужно лет. Это очевидно. Но сейчас все эти циклы освоения, они сжались. Если раньше для чего-то нужно было 3 года, теперь мы это делаем за год. До выборов президента Российской Федерации остается совсем немного времени. Голосование с 15 по 17 марта. Кандидатов четверо. Владислав Дованков от партии «Новые люди», Владимир Путин – самодвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. В Нижнем Новгороде прошел расширенный семинар совещаний с участием координаторов общественного наблюдения, представителей общественных палат, муниципалитетов, федеральных и региональных экспертов по вопросам организации общественного наблюдения. Все кандидаты в наблюдатель уже прошли обучение по программе, по специальной программе, которая разработала Ассоциация независимый общественный мониторинг. И сегодня мы собрали еще раз представителей от муниципальных образований для того, чтобы, может быть, ответить на какие-то вопросы, вспомнить основные моменты этой программы. Появилось больше возможностей у общественных наблюдателей. Теперь до трех наблюдателей могут присутствовать и на участковых, и в территориальных избирательных комиссиях. То есть могут, так сказать, меняться с учетом многодневного голосования. Ну и то, что эти выборы отличаются беспрецедентным характером политического информационного давления со стороны недружественных стран на Россию. Наблюдатели имеют ответственность перед теми, кто их выдвигал. И они выдвигают достойных людей, которым будут доверять избиратели. И это огромное количество людей. Вот в этом случае 6500. Бывает и больше на некоторых. При поправках в Конституцию было 13 тысяч наблюдателей. Вот неоценимая роль этих общественных организаций. Долой аварийный фонд. В первый этап расселения в Дежинске на заседании городской думы предлагают дополнительно включить дома по улицам Сетнова, Матросова, переулке Тупиковом и в поселке Свердлово. Также в первый этап реализации программы переселения вошли три дома, которые были признаны аварийными с января 2017 по апрель 2018 года. В общей сложности новые квартиры будут предоставлены 141-й Дежинской семье. На сегодняшний день у нас город ограничен. Места, где можно проводить новое строительство. И один из вопросов был, чтобы нам участок в Западном 3 вернули под строительство. И на сегодняшний день аварийное жилье мы расселяем только, покупая на вторичке жилье. Это, соответственно, дорого и не всегда эффективно. К 2023 году в Дежинске было полностью завершено расселение домов, признанных аварийными в период до 1 января 2017 года. Мы расселили 9 домов, 157 семей и около 5000 квадратных метров жилья. Всего в городе по программе переселения граждан с 2024 по 2028 годы предстоит расселить в новые квартиры 270 семей. Общая площадь требуемого для этого жилья 12 тысяч квадратных метров. В городе действительно большой дефицит строительных площадок. Во-первых, серьезные ограничения. В центре города мы не можем строить высокоэтажное строительство, потому что это изменит облик города. И новые площадки, они очень ограничены. Также депутаты обсудили строительство внутриквартальных дорог в ЖК «Северные ворота». Строительство малоэтажного жилищного комплекса, где выделяются участки многодетным семьям, ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2016 года. Сейчас там построены воды и газопроводы, протянуты сети электричества, а в 2023 году построена центральная дорога протяженностью около 1 километра. Очень важные сегодня были обсуждены вопросы. Это, прежде всего, конечно, дороги, это коммуникация, это возможность передвижения по городу, приведения все это в нормативное состояние. Второй, не менее важный вопрос, это расселение граждан из аварийного жилья, строительство нового жилья. Депутаты подготовили и направили ряд обращений в Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области с просьбой увеличения объемов строительства и ремонта дорог. Служба информации Юрий Чухин, Юлия Короткова. Россияне все чаще стали обращаться за психологической помощью. Потребность специалистов выросла на целых 63%. Таких специалистов готовят в Мининском университете. Свои дипломные работы защищает первый выпуск в направлении педагог-психолог. Аня или Анна Олеговна, как ее называют ученики, свои 23 года уже работает в школе и получает психологическое образование. Меня бесконечно радуют современные люди, которые приходят к тому, что обратиться за помощью – это не страшно. С каждым годом профессия психолога, хотя профессия – это назвать сложно, это скорее призвание, как и педагог, становится все более и более важным. Нередко поводом для обращения к специалистам становится проблема в воспитании детей. Деструктивное поведение ребенка, отсутствие мотивации к учебе, сложности социализации. Психологи Мининского университета, в том числе кандидаты наук, бесплатно работают со всеми желающими. Служба позитивного родительства. Добрый день, слушаю вас. Бесплатные консультации стартовали в 2019 году по программе «Современная школа» в рамках нацпроекта образования. За весь период работы в этом проекте мы оказали уже свыше 130 тысяч услуг. Это очень большое количество разного рода встреч. Психологи подбирают персональные рекомендации для каждого. И даже клиенты знают, что самое главное – хотеть исправить ситуацию. 95% эту проблему решает. Но только в том случае, если человек действительно этого хочет сам. Если он с этим работает, если он идет с настроем, не просто пришел с психологом, поговорил, а если он действительно с ним работает, заглядывает внутрь себя и что-то для этого делает, а не просто поговорил в ушу. Кстати, проконсультироваться можно не только на личной встрече. Можно зайти на сайт службы психолога педагогической помощи Мининского университета и получить дистанционную консультацию, отправить письмо с интересующим вопросом на почту или позвонить по телефону 262-20-58. Служба информации Анастасия Морозова, Ринат Бигбаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова